Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Хальди, и сегодня мы продолжаем играть в Sacrifice. В прошлой серии мы с вами были в столице Персифона и убедились, что она, как и Джеймс, теперь изгнана из мира пяти богов. Причем изгнана она была Джадугаром и Хачеменом, двумя волшебниками, которые служат не богам, а Ашуру. Или Мардуку. Напомню, что Мардук это тот самый демон, который вынудил нас когда-то бежать из своего родного мира, и теперь он специально или нет, но последовал за нами и теперь уничтожает этот мир. Но боги пока им не очень занимаются, а богов оставшихся больше занимает то, как истребить друг друга. И вот неожиданно Астратас вновь приглашает нас к себе в царство. Давайте послушаем его. Клэрли, there is only one way to assess this situation. I must destroy Charnel or be destroyed myself. The latter would be most unacceptable. Hence, an attack on Stygia is in order. Do it. Just do it. Зачем ты мне напомнил этот мем? Но Stratos, да, он в конце прошлой серии предлагал Пира вместе напасть на Charnel. Уж я не знаю, почему он так ему не нравится, потому что они вроде не особо конфликтовали на протяжении игры. А куда нас Пира хочет послать? Так, Пира, похоже, постепенно слетает с катушек. Ну или не слетают. Он выглядит очень спокойным, но он, похоже, хочет уничтожить вообще всех. И остаться единственным богом. Служить ему одно удовольствие. Но раз уж мы начали, давайте заканчивать. Служить ему одно удовольствие. Не, не просто. Служить ему одно удовольствие. Служить ему одно удовольствие. Пиро, моя выбора очевидна. Ты у меня огонь. Если вы это acceptете. Я буду. Ой-ой-ой. Я, честно говоря, не помнила это по своим предыдущим прохождениям. Но видно, что в Суаршо все-таки доконала, как она сказала, жестокость Пира. В его... Как-то? Брутиш инкрэвизи. Ну, жестокость, жесткость. В общем... Помнить эту миссию, когда мы вместе с ней должны были собирать рабов для Фестуса. И она еще очень сильно переживала, до чего мы догатились. И Пира ее вроде как тогда успокоил. Но очевидно, что она все это время носила это в семье. Давайте сохранимся, чтобы потом не проматывать заставку. И, наконец, она просто не выдержала и взмонтовалась в сохранении. Но я не думаю, что Пира очень переживает. Потому что во время заставки было сказано, что все за пределами столицы Стратоса было под полным контролем Пира. Он не похож... Ой, ой, ой... Так, кстати, наша победная стратегия. А ну-ка, обратно к Монолиту. Так, не то заклинание. У всех, как всегда, есть Фениксы. Кроме меня. Сначала Феникса. Так, 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 живи, живи. Живи, братишка. Так, кто уже умер? Непривязанный умер, понятно. Фестус, живи. Фестус, живи. Сейчас я тебе создам еще одного помощника. Ну, вроде бы, мы не отбиваемся. Или мне кажется. Это неприятно. Ну, ладно. Так. Почему так мало мана идет? Я же... Фестус? Я же вплотную стою. Или у меня жучок ее все уничтожает. Так, отлично. Теперь мне бы немножко маны, и я бы собрала все эти вкусные души. Качайте мне ману быстро. Так, 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 пока Сорша не вернулась. Кстати, я как-то проглядела, с кем мы еще должны разобраться. Ой, не то... Ой, ой, ой. Не то так, в целе миссии. Поражение Абраксус. Разгромить Очерона. Хм. А вообще-то Очерон это волшебник Чарнелла. Чарнелл решил поддержать бога, который вслух намеревался его убить. Интересная стратегия. Хитрая. Пока что мне не очень понятно, но ладно. И Лидия Абраксус почему-то сменили пол. Так. Три волшебника на одного. Это новый антирекорд. Пока я вроде никого не вижу. Ну и хорошо. Единственное, что если кто-то перехватит этого феникса, это будет лишняя головная боль. Но я не могу бросить пять душ. Пять душ это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кстати, у нас есть шесть душ, и мы можем сами сделать своего феникса. Так, у нас еще группа один. Еще одного монохорщика как раз хватит. Группа два. И... Как же медленно она восстанавливается. И создаем феникса. Наконец-то я не буду чувствовать себя ущербной среди других последователей пира. Фистос, будь другом, отойди с пригорка. Тащи его быстрее. Так, разведка. Про нас все забыли? Или может быть Ачерон он... Нет, он идет сюда. И я уже вижу существо пятого уровня. Это чертяга. Ну, на мой взгляд, среди всех существ пятого уровня, чертяга это самое хилое и бесполезное создание. Так, немножко огненного дождя. Это еще что за искорка была? Ох, как хорошо полетела. И уникальное существо Чарнелла... Астарот. Младший демон. Ну, это существо, по-моему, из одной души. Поэтому убить его будет просто. Ой, ой. По-моему, я победила, даже не пропустив его к себе. Так, успеем взять? Не успеем. А чего Элд рассказал? Почему-то в последнем предложении вместо Стратос Пирос, в общем, он... Понятно, он настолько боится Пирос, который... Ну, это, наверное, уже для всех очевидно, что хочет он истребить вообще всех остальных богов, что... Чарнелла решил объединиться с тем, который я собирался на него напасть. Очень хитрая стратегия, повторюсь. Но неприятная для нас. Кстати, вот тут, недалеко от алтаря, есть такое место в лесочке, где обычно есть души. Но эти души, насколько я помню, они непростые. Сейчас проверим. Правильно ли я помню? Ну, возможно, неправильно. В какой-то миссии, я помню точно, когда я их начинала собирать, они как-то то ли оживали, то ли появлялись откуда-то из-под земли и вот из этих домиков интересных, яйцевидных, другие существа, и они все как... ну, как была засада. Сейчас все проходит как-то легко, но я не против. Так, Ачерон возвращается, но уже поздно. Мы уже каких-то его существ подхватили. А, чертяга вернулась. Чертяга, чертяга, чертяга. Фу, ну не надо, ну вот не надо вот этой блевотиной. Фу, кровь, блевотина. Какие приятные у Чарлила все-таки заклинания. Так, живем, живем. Эй, эй, эй. Игдовитая блевотина, кошмар. Еще и обоих монохорчиков, фу. Фу таким быть. Так. Так, 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 так. Мана не хватает опять. Опять не хватает мана. О, у нас 9 душ. Живем. Вот на самом деле, мне кажется, такой сильный недостаток земель Стратоса, то, что они такие белые. Ну, это с одной стороны красиво, но с другой стороны, вот все эти следы крови, гари от огненных заклинаний, они остаются навсегда и очень бросаются в глаза. Вот на землях Чарлила, которые такие черно-серо-красные, это все как-то сливается и не видно. Вот у Стратоса прямо кошмар. Я представляю, как после каждого сражения на его землях, когда остается столько грязи, Стратос такой вздыхает, отправляет своих волшебников с отбеливателем, говорит, опять, опять вот эти все бодланы пришли, все испачкали. Кто их сюда звал? Сколько я буду это оттирать? Так, кстати, к нам идут гости. Я вижу опять чертяку. И, по-моему, на горизонте я видела Сильвербека. Значит, Леди Абраксус скоро будет здесь. Так, отходим. Может быть, еще раз пролить на них огненный дождь? Хотя их так мало, что я не вижу смысла. Пусть подходят. Они боятся. Может быть, они ждут Абраксус? Нет, они ждут этих своих. Как они у них называются? У Персифона это мутанты? Нет, не мертвый глаз. Уже нельзя посмотреть. Ладно. Так, давайте попробуем их встретить в поле. Сделаем еще одного Феникса. Кстати, мертвые глаза это тоже бывшие гномы Персифоны. Почему-то они такой самый распространенный материал для всяких генных модификаций других богов. Да, вон он. Сильвербек летит. Отвращенец. Точно. Так, там даже два Сильвербека. Это интересно. Давайте еще раз сохранимся, потому что два Сильвербека, как говорится, это не один Сильвербек. Вот, у Пира гномы-поджигатели появились, потому что Персифону предал Фестус и некоторых гномов увел с собой. А у Чарнелла, я, честно говоря, не помню, как зовут того гнома, который увел гномов к Чарнеллу, но там вот так создались мертвые глаза. При том, что у Пира, ладно, еще гномы выглядят живыми, но просто с огненными пушками вместо зеленых. А у Чарнелла, если их посмотреть на них вблизи, они выглядят как в общем, как ожившие трупы, причем не первой свежести далеко. То есть там какие-то струпья, кровоподтеки, синюшность, гниль. Я не знаю, что это были за гномы и почему у них было так все плохо с Персифоной, если они решили мутировать вот в такое. Если мы их сможем где-то увидеть вблизи, хотя они, скорее всего, будут нас расстреливать, но можно будет на них посмотреть. Так, вот там где-то за холмом, да, вон там огонек монолита, там должен был быть и, наверное, есть алтарь Сорша. Но я пока не хочу идти туда, раз у меня позади останется целая неразбитая армия с Сильвербеками, Блэдджеком и прочими существами. Что происходит? Вот это я понимаю, не повезло. так мы успеем те души забрать. Так, давайте сохранимся. Все-таки Персифону убил Джадугар, который служил Мартуку, а с Чарналом решил разобраться сам демон. Это жутко. Я не завидую Чарналу. Нам еще предстоит битва с Мартуком, это не самое веселое, что может произойти. Ну и вообще, когда мы будем проходить когда-нибудь за Чарналу, а Чарналу проповедует политику призвания демонов к себе на службу и в итоге демон из какого-то другого мира его уже и сгубил. Немножко символично. Так, что она там колдует? Ну, посмотрим. Опять я сейчас мимо всех промахнусь, конечно. Обидно, но ладно. О, черт. О, черт. Уи! Полетели! Полетели! Так, кто умер? Я надеюсь, не Фестус. Какое все-таки классное заклинание у Стратоса. Последнее у нас вулкана, а у него смерч. Очень, очень так по-стихийному. Ау! Ау! Я бы еще полетала. Спасибо. Подхватила у самой земли. Так, разберитесь с ними, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй. Милитаристов убивают убийцы. Надо сначала разобраться с элвербеками. Иначе мы так... Да, одного убили. Отлично. Второго. Нет, я не хочу встречать свою судьбу. Спасибо, но... Но не надо. Так, лечимся, лечимся, лечимся. Ой, ой, ой. Вот гады втягивают своими выстрелами и избивают заклинания. Терпеть ненавижу. Так, вроде мы разобрались. Сиас и Браксус, я ее не вижу на карте. Так, отойти. Они отступают. Пусть отступают, меня это устраивает. Фух. Ну, давайте цифру 2 поставим. Мы с ними разобрались даже без охраны монолита. Это достойно было. Заодно и полетали. Так, ты куда пошел? Ты самый независимый, что ли? Единственный недостаток у смерча это то, что он практически не причиняет вреда летающим существам. То есть, они просто на какое-то время выводятся из строя, причем существа, которые стреляют, типа фениксов, они даже... Эй! Эй! Это мои души! Убейте ее! Что ж вы на нее смотрите? Там где мои заклинания? Стоять! Ничего себе, какая она крепкая дама, но вон у нас еще один поток лежит. Его сможем забрать. Ну, один сильвербек. решил, что он слишком красивый и мощный и он будет сам по себе. Так, давайте-ка отберем у Сорши этот монолит. Давно ее не было видно. Ой, ой, стой, 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 не бей его! Ой, сейчас будет неловкая ситуация. Нет, он перелетает. Но нам нужно... Нам нужно что-то с ним сделать. Он может перехватить доктора. Хотя нет, он просто полетел к нашему алтарю. А зачем? Ему там нечего ловить. Не очень интересная... Я даже не знаю, что это. честно говоря, из всех остальных волшебников больше всего похожа на Элдера, да. у нее тоже есть какие-то черты насекомого и вот эти как крылья, как... то ли как... Ну, хвостики из волос, то ли как действительно крылья насекомого. В общем, такое чувство, что они из какого-то... из какого-то как будто одного или родственных миров. Так, а этот Сильвербек, он просто летает и никого не трогает? Интересно. Так, еще одного милитариста. Ну, да, ты выбрал самую интересную цель. Я там еще не все души собрала. Надо исправиться, а кто это тащит? Ах ты! Подлая женщина. Она еще и тырит даже не у нас, а у Ачерона и его солдат. Ну, хотя, что не моих монохорчиков. Так, а можно его убить? Доктора? Ну-ка, убейте его. И даже я сама сейчас поджарю. Кстати, павшие... Оу, точно, только сейчас подумала, вот гномы повторяются у Пира и у Чарнелла. И еще павшие у нас они называются фавориты огня, у Джеймса вращающие землю. Извините, вы помните, в одной из миссий говорилось, что изначально были только вращающие землю, а потом Джеймс уступил их Пира за территорию Карн. И сейчас я подумала, что на самом деле у Чарнелла тоже есть такое существо, которое называется павший, который стреляет роем насекомых, по-моему. Честно говоря, было бы интересно услышать, как он попал к Чарнеллу, потому что я думаю, что он происхождение того же самого, то есть был когда-то слугой Джеймса. Бедный Сильвербек отбился от своих. Но, честно говоря, немножко безумным выглядел, он как-то без цели летал. Так, и у нас осталась Сорша и куча Фениксов. Давайте опять сохранимся, доктор очень в пафосной позе замер. Начнем, конечно, с руки Расдора или как она там правильно называется, я не помню. И потом попробуем быстро их добить. Давайте сделаем еще одного Феникса и душа у нас похоже закончится. Так, а она все тащит и тащит. Ну, напрасно. О, кстати, Мертвый Глаз. Вот, можно его рассмотреть. Видите, это был когда-то гном, а сейчас он покрытый какими-то волдырями и, по-моему, даже нет, это он не без головы, это у него такие похожие черные впадины глаз, даже глаз самих по себе нету. Ух, тут ее красиво сбил на опережение. Так, вы группа один. Ждите здесь моей команды. Чуть поближе. А, еще души есть. Раз еще души есть. О, там одна несчастная саранча ковыряет и сделаем одного бомбардира. Так, там Абраксус, по-моему, кого-то начала перехватывать. пиросней. Так. Ага, слушай, я решила к моему алтарю пойти. Ну-ну. Кто только что умер? Так, подожди, не стреляй только. О, теперь можно начинать. и готовимся быстро-быстро лечить всех. Так, Феникс, Феникс, держись. Все, они начали кажется друг друга. Или еще нет? Да, теперь начали. Живем, живем. О, мои милитаристы. Сейчас сделаю новых. Ничего страшного, чтобы тени подключились из дальнего алтаря. Да пусть подходит, что она мне сделает. Зизикс, не смеши меня. Так, нет, 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 стой, не надо. Поздно. Ладно, мы немножко побили труп. О, а там и Сорча и Абраксус вместе. Так, стойте тут, в стороне. Здесь мы построим... Хотя нет. меня начинают осквернять. Вот это заявка на успех. Так, берем две души. Зизикс, все нормально. И кто у нас тут? Оу, Сильвербек. А ну-ка разберитесь с этими клоунами. Черт, Сорча теперь сможет наверное перехватить ее слишком. Так, убейте ее. У нее как-то слишком много последователей появилось. Так, попробуйте. жертвы жертва была роскошная, конечно, но увы, увы, для Абраксуса и Сорши я умею пользоваться телепортом. Это она на кого скастовала смерч? Там же никого нету. Ладно, ее право. Разрушила мой монолит. гадкая Сорша. Сейчас со всеми разберемся. Она о моих... А, это кто? О, Фестус! Она решила прокатить Фестуса. Так, все, кто живы, ко мне. Оу, ничего себе. Так, а вот сейчас можно будет посмеяться. Фестус! Фестус! Слишком далеко, но вроде его никто не трогает. Но это можно было даже не кастовать, похоже. Фестус, ты где? Далеко еще, надеюсь, что он выживет. Надо поскорее собрать эти души, потому что у каждого потока их четыре. Я не хочу возвращать их Абраксус. Господи, пять душ, пять душ, пять душ, еще двадцать душ тут, господи. Честно говоря, в меня уже скоро они перестанут влезать. очень такая адреналиновая серия. Я не могу сказать, что у меня какие-то сложности с ней сейчас были, но само по себе то, что приходится бороться с тремя волшебниками, жертвыми, да-то впечатляет. Фестус, лови аптечку и пойдем выбивать дерьмо из Сорши, предательницы. Нет, ее можно понять, я тоже не в восторге от того, что делает Пиро, но он тебя обучил магии, все существа, которых ты призываешь, все твои заклинания, ты обучилась им именно у него и теперь предательство. Некрасиво. Так, тут все еще мучаются зданий Чарнелла. Так, сохраняемся. Один монолит мы уничтожили, а там, по-моему, фениксов. Ну, или столько же, или меньше, так что трудностей быть особых не должно. Душ у меня пока нету. Не страшно. Только не сбивай мне заклинания, пожалуйста. Так, кто ранен? Кто ранен? Никто пока не ранен. Хорошо. Так, Сорша решила отстроиться. Так, отойдите. Попробуй вот так. Не знаю, кого-то заденет или нет. Нет, задевает. Отлично. Так, готовимся лечить. Эй, кто так быстро умер? Я же готовилась лечить. Милитарист? Ничего себе, его тролль просто снес. Так, не подпускайте Абраксус. Не подпустили, молодцы. Так, теперь, теперь, теперь можно еще раз сохраниться. Я в кого-то перестраховщика превращаюсь, ну ладно. Ну, теперь можно просто провернуть старую схему. Нет, пока нельзя. Значит, сначала отстроим монолит. Сорше даже был бомбардир. Неплохо. Можете ее поджарить. Детал Браксус рядом. Я не оставила, ты не оставил мне выбора. И какой у тебя выбор остался? Мучить меня созданиями первого уровня? Я даже не знаю, как я это переживу, но я постараюсь справиться. Это просто было слишком пафосно для волшебницы, у которой осталось два летающих существа. первого уровня при том вперед. Нет, подождите, 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 рано, сейчас. Сейчас уже можно. Так, кого-нибудь я могу создать? Могу, отлично. Пока ребята отвлеклись, жарим их. ой, как долго идет. Так, один готов, один наполовину. Но они уже сейчас выйдут из-под заклятия. Нет, пока еще дерутся, отлично. Какое все-таки потрясающее заклинание. Так, кто умер? Не умирать? Она начала лечить, вот черт, вот черт. Не отлечит. Не отлечит, не должна отлечить. Оу, вот это неприятно. Добейте этого феникса, и все будет хорошо. Так, у нас умер фестус. Фестус, ты всех подвел. Вот просто знай, это ты всех подвел. Ладно, я тоже подвела немножко. Надо было еще пару созданий призвать. Нет, ну, почти получилось, просто Сорша, она проявила здравомыслие и просто начала фениксов лечить. В этом что-то есть. Так, только к алтарю слишком близко не подходите. Бомбардир, пользуясь тем, что он может стрелять дальше, чем фениксов. Дальше чем фениксы. Он такой бей-бей-бей и издалека в них кидает всякой гадостью. Ну, не гадостью, огненными шарами, но мне вспоминаются всякие школьные хулиганы, которые там из-за пустых ручек стреляют бумажками в слюне, там, жвачками, еще какой-то фигней. в общем, бомбардир сейчас троллит фениксов как только может. О, господи, опять кто-то напал на мой алтарь, наверное, как-нибудь соронча чарного. Давайте еще одного бомбардира для большего веселья. Еще одного милитариста. Все-таки милитарист из официального перевода ко мне очень сильно пристал, я их просто не могу теперь по-другому называть. Ну что, пробуем нападать? Группа 1. стойте. Добейте своршу и стойте чуть позади. Я вас сейчас позову. Зизик, с него нет, а один несчастный монолит. Его ковыряет наверняка какая-нибудь одна несчастная саранча. Все, нападаем, они готовы. слишком поздно что-ли. Быстро надо добивать. Так, кто под атакой? Лечись, лечись. Так, один готов. Следующий. Бьем, 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 бьем. Почти. Да, последний остался. Так, никто пока даже не умер. Это успех. Эй, я тебе вообще ничего не сделала еще. Я тут самый безобидный человек. Туда придется сейчас слетать, о, кто-то умер. Слетать и отогнать, потому что Зизикс не заткнется. Вот черт, ну ладно. Кстати, а монолит Соши по-прежнему называется Пиромонолит. Она недостойна упоминать имя моего бога в Суе и в приписке к своим зданиям. Так, сохраняемся и быстро сейчас летаем туда. Так, лови лечение или нет. Сначала начнем сквернять алтарь. Врагов четыре, врагов ноль. Значит, ты будешь жертвой. Ничего личного. Но ветеранов я стараюсь не трогать. Господи, какие у них безумные морды. Пойдемте искать услышу. Ага, далековато она забралась. Так, крошки за мной. В принципе, заклинание ее должно сейчас бить сильно. Возможно, да, оно само ее и добило. Кстати, и мой монолит тоже кто-то добил. Похоже, это была все-таки не саранча. Саранча бы не смогла. Осталась одна Абраксус. Душ я уже, честно говоря, не очень хочу собирать. Вот так можно чуть-чуть, немножко. Потому что душ у меня хватает. Единственная проблема, что и бомбардиры, и милитаристы, они очень медленные, и они всегда плетутся где-то позади. Так, кто это был? Мертвый глаз. Ну, мертвый глаз, он тоже не особо сильный. Он, наверное, очень долго ковырял. Его право, он остался без своего бога и без своего волшебника. Чем ему еще заниматься? Ну, только пойти к моему алтарю и умереть от тех, кто там есть. Там же кто-то есть? Или нет? Ладно. может быть, проживет. Эй, не надо, я уже не надо, не надо, смерч. Красивое все-таки заклинание. Можно очень хорошо так осмотреть карту. Ну, кстати, заклинаниями Персифоны, которая призывает гигантские лозы и которые подкидывают вверх. Там тоже неплохой обзор открывается. Так, поиграли и хватит. Можно на нее даже не обращать особого внимания. Она уже не представляет угрозы. Даже если она создаст каких-то новых воинов, это будет повеселее. все-таки избивать беззащитного это не очень. Так, это был алтарь Чарнелла. Значит, алтарь Абраксус где-то впереди. Кстати, кто опять же помнит Абраксус, последний алтарь, кто помнит прохождение за Персифону, там при начале этой миссии она тоже проходит девятая миссия именно в столице Стратоса. Нам Стратос он нас встречает и буквально говорит то, что это он поддерживал Мардука. Я, честно говоря, не помню, изменяется ли дизайн. Ну, хотя, судя по тому, что тут стоит его идол, да, он до сих пор поддерживает Стратоса. Но прохождение за Персифону это преподносилось отдельно, как открытие того, какой именно Бог решил предать всех остальных и пригласить в этот мир демона. Но тут-то нас решили этим не шокировать. Честно говоря, мне кажется, что сюжет Пиро, он какой-то больше сам по себе, он меньше касается Мартука и нашего прошлого, и больше касается именно дрязг и междоусобиц у самих богов. Ну, разнообразие. Так. Нет, там просто монолит. О, можно даже пойти по дороге. Здорово. Интересно, это все-таки соль или снег? Немножко на солончак похоже. Земля. Ох, какие красивые там колонны. И так все переплетено, тут прямо монолиты сорши стоят. Интересно. Так. Сохраняемся, чтобы не повторять эту пробежку потом. Я не очень пока что увидела, кто там, кто именно привязан к алтарю. Наверное, скорее всего, потоки. Поэтому будем посылать фениксов. Нет, там вообще существа второго уровня. Господи, Абраксус. Даже Сорша нашла шесть фениксов, а ты не могла найти немного сильвербеков. Это даже слишком просто будет. кто-то. Пф. Ну, кто так охраняет свой алтарь? Зизикса, ты почему горишь? Ладно, я не буду спрашивать, кто именно тебя поджег. Так, бомбардира. Ой, как у меня все плохо с маной. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сначала его отправим на жертвоприношение, а потом на всякий случай построим тот монолит. Как-то все как-то совсем уже кисло с маной. 36 душ тем временем. По-моему, это за это прохождение рекорд, ну или около того. Ой, как она далеко. Ну ладно. Так, встали в круг. Готовимся к телепортации могучей рейнджера. Так. Даже не видно на карте, кошмар. Далеко она убежала, но это ей не поможет. Ох, хорошо ей убьется клинание. Так, это я прилетела к себе. А, все, я поняла, где она. За мной? Будем, похоже, жарить ее фениксами. Фениксы, по идее, от меня, да, не отстают. Все остальное не важно. О, уже 40 душ. А, вот ты где, мертвоглаз. Который уничтожил мой монолит. Так, главное ее успеть догнать до того, как она сорвет обряд. Ну, я думаю, успеем. О, там кто остался? Зизикс? Нет, не Зизикс. Кто-то другой. Так, слушайте. Телепортируемся сейчас прям туда. Встретим ее впереди. Это хорошо, что я построила тут монолит. Уничтожить. Да, бедный бомбардир отстал. Его, похоже, сейчас добьют. А может и нет. Эх, Абраксус. Ты сражалась достойно. Готово. Возможно, наша родственница. Так, он сказал, что Пиро был занят своими фабриками. Он искал Мардука. И Митра добавил, что вот в результате этих поисков вы нашли меня. Опять немножко некорректный перевод. Ну что, предпоследняя миссия. И осталась финальная битва. Абраксус. 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 Нет Как мир отличается, так должны быть Мадук's incarnations Скажи мне, как вы сможете discernить его сильнее, если вы не знаете ничего о его natureе? Я не знаю как, но я знаю, что я должен уничтожить его Потому что вы выжарите за его силу? Потому что он будет уничтожить мир Нет, не уничтожить его ниже Если вы не сможете предъявить правила, я буду уничтожить его Я знал! Я знал это все время! Теперь, открывайте глаза и увидите Я не единственный Мадук Мои названия не значительные Мои времена не значительная Моя века без наказания Моя вредная Моя вредная Моя вредная Моя вредная Моя вредная Моя вредная Но так что Моя вредная Моя вредная Моя вредная Моя вредная серии. Тут будет мясорубка. До встречи!